всем привет мои хорошие рада приветствовать вас на моем канале на очередном мукбанке сегодня у нас с вами киевси и еще вот такой вот кофе который я сделала сама она выглядит безумно аппетитно и очень очень вкусно еще у меня просто в сете была кола зиру и давайте приступим откроем соусы тени рано встала погода пасмурная так хочется быстро лето то хочется знаете каких-то хороших новостей не знаю радости какой-то внезапной какого-то сюрприза хочется хочется чувствовать эту весну меня нифига не чувствую если честно я даже не знала что я заказала два соуса я думаю один заказала приятного аппетита вам и мне если вы кушаете это сырные подушечки я люблю все что связано с сыром это очень вкусно чесночный соус вчера мне в инстаграм написала девушка очень интересное сообщение и попросила порассуждать видео просто нечто у меня кстати нету кофе-машина я это сама сделала вот так вот и очень-очень вкусно кому интересно пишите как я это сделала я во влоге вам покажу как раз снимаю влог здравствуйте айка очень люблю ваше видео хотелось бы чтобы вы честно ответили на интересующий меня вопрос дело в том что в связи с последними событиями я потеряла работу не знаю чем заняться в такой ситуации и работы особо тоже нигде нету я хочу заняться ютубом но чисто для заработка как ты думаешь какая сфера наиболее прибыльная и что ты можешь посоветовать мне сказать честно вот абсолютно искренне вам говорю сейчас не самое лучшее время начинать что-то снимать на ютюбе тем более девушка живет в россии друг заблокирует youtube друг еще что-то одно дело ты снимаешь контент чисто на энтузиазме то есть тебе просто это нравится ты думаешь деньги это дополнительно какой-то бонус другое дело ты создаешь канал чисто для заработка это не значит что это плохо например вот честно мукбанки снимать я не советовала бы не потому что я боюсь конкуренции так далее могу аргументировать каждое свое слово например у меня два канала даже три мой бумажный канал приносит столько же денег сколько ему банки но его развивать намного проще я получается за полгода набрала легко сто тысяч уже там сто четыре вы знаете никогда особо не парюсь из-за этого канала в том плане что там у меня может в неделю одно видео например выйти а учитывая мой например канал мукбанков были времена когда на моем канале выходило по три видео в день и несмотря на все эти старания у меня всего 255 тысяч подписчиков к чему я это просто к тому что людей нас с вами нашу команду которые любят мукбанки не так много то есть назовите мне хоть одного мукбанкера русскоязычного у которого например миллион подписчиков два миллиона улавливаете плюс еще расходность я например последний раз канцелярию покупала в прошлом году январь февраль март апрель то есть эти четыре месяца я ни копейки не вкладывала в свой бумажный канал просто сижу и рисую у меня кстати подушечки закончились и все просто сижу рисую и зарабатываю с этого канала а например мукбанки каждый мукбанк это затрата ты что-то покупаешь роллы там не знаю какие-то доставки разные что-то интересное стараешься конечно понятное дело что и так и так мы питаемся но когда у тебя канал мукбанков когда ты снимаешь контент ты должен и стол посимпатичнее сделать и почаще заказывать и побольше поэтому это тоже расход я просто сравниваю два своих канала подростковая аудитория она более лояльна она подписывается то есть очень добрая чтобы набрать на этом канале 100 тысяч подписчиков я очень долго старалась а на бумажном я почти не старалась ну как непонятное дело тоже старалась но были времена когда 10 дней на моем канале не выходили видео и ничего продолжают подписываться видео продолжают набирать каждое видео больше 100 тысяч набирает 150-200 поэтому опять же решать вам вообще лучше знаете что лучше снимать контент который могут смотреть со всей планеты то есть контент например без слов вас будут смотреть и швейцария и канада и америка это самые дорогие страны которые платят в разы просто больше чем платят например снг та же россия и так далее то есть если с целью прям дохода там да рассматривать эту плоскость то изначально нужно делать правильный выбор то есть выбор в пользу английского языка если у вас есть такие знания если нету начать учить потому что представьте например на обычном канале вы будете зарабатывать тысячу долларов а на американском канале это будет 5-7 тысяч долларов разница есть? конечно есть так что грубо говоря мой поезд уже уехал у меня уже есть аудитория я не могу их бросить например сказать что все досвидули я начинаю новый канал пошли вы все к черту потом я не знаю английский так хорошо но если вы все равно собираетесь начинать с нуля можно просто потратить деньги купить рекламу какого-то американского блогера если вы знаете хорошо английский начинайте сразу на английском конечно не берите сразу топ каких-то блогеров потому что у них расценки будут это нечто но мне кажется где-то тысячу долларов на рекламу отдать можно тем более это будет потом тебя кормить вот абсолютно искренне даю совет вот как бы я сделала у меня отец всегда мне говорил когда я смотрела бьюти блогеров папа говорил смотри на английском языке учи язык учи язык папа никогда не говорил там не знаю учи историю не знаю учи литературу это тебе понадобится он мне всегда говорил айка учи язык он тебе понадобится и вот сейчас я оборачиваюсь назад если бы я например где-то лет 15 назад начала смотреть youtube только на английском языке бьюти блогеров посмотрела знаете язык это всегда хорошо это всегда плюс мне так например завидно когда у меня парень говорит на английском он так круто базарь ну понятное дело он находился в этой среде 4 года он учился на английском то есть всю эту терминологию какие-то шутки он так быстро говорит и честно вот я искренне ему завидую если бы вернуть время назад я бы обязательно поступила учиться куда-то за границу вот прям с удовольствием увидела бы мир подрабатывала бы фиг знает вообще если оборачиваться назад я иногда думаю блин сколько ошибок я допустила сколько ошибок кстати совсем забыла сказать это твистер джуниор крылышки что это за крыло такое картошечка это жакет шейна короче на мой взгляд русскоязычные видео это не настолько актуально будет в ближайшее время если есть такая возможность вы снимаете на английском что я могу сказать вот все говорят на англоязычном ютубе очень много конкуренции да конкуренция есть но учитывайте сколько людей говорят на английском сколько людей смотрит этот контент если вы не владеете языком ну посмотрите в какой области вы сильны есть люди просто которые снимают как они режут мыло и у них там по 200 по 300 тысяч просмотров асмр какой-то снимают асмр какой-то снимают интересный контент главное просто очень долго не топтаться на одном месте например например вы снимаете какой-то контент и видите что нету никакого развития например все стоит на месте попробуйте что-то другое вот у меня было такое я начала снимать где там наверное 3-4 месяца я снимала про макияж и у меня не шло хотя дело тут не в конкуренции я видела девочку у которой столько же просмотров сколько у меня когда я начала снимать про косметику и потом я начала замечать что ее видео набирают там по 10 тысяч а у меня вот как набирали тысячу так и набирают и вот потом мне в голову пришла идея я по-моему тоже у какого-то блогера услышала что если долго ничего не идет вперед то надо что-то менять я решила поменять формат и начать снимать мукбанки вы знаете это было очень хорошее решение в моей жизни если вам хоть раз в жизни делали комплимент как ты аппетитно кушаешь то вам сюда вам к нам то есть если бы я продолжила снимать чисто про косметику то у меня поверьте мне было бы максимум 5000 подписчиков потому что в этой области я не сильно я не умею супер классно красть у меня нету супер каких-то новинок поэтому поэтому гиблое дело и острое это еще не острые крылышки у нас есть двух видов супер острые и просто острые мне всегда кажется что мне кладут супер острые потому что это пипец давайте картошкой это заедим ненавижу острые но обожаю крылышки я вот делала заказ думаю что у них заказать бургеры мне у них вообще не нравятся они какие-то сухие такой бургер я с легкостью могу сама приготовить дома а вот в макдональдсе не так макдональдс намного лучше я надеюсь что мои советы как-то вам помогут и вы всерьез задумайтесь о том чтобы начать тоже что-то снимать на этом все всех люблю целую с вами была Айка всем пока